друзья всем привет сегодняшняя тема видео электронный птс если честно первый раз сегодня кстати забираем автомобиль хороший замечательно покажем сейчас расскажем что это за автомобиль забираем первый раз автомобиль с электронным птс сами еще в глаза не видели эти документы если честно даже не представляем как это выглядит сегодня попытаемся разобраться но прежде походим по рынку посмотрим цены потому что рынок он забивается машины все везут 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 цена конечно не та которая была раньше цены дорожают поэтому пойдемте походим посмотрим возьмем несколько автомобилей пооткрываем их посидим ну и по сравниваем цены а потом вернемся к электронному птс начнем мы сегодня с вами с mazda mazda cx3 2016 год дизель turbo 4 в.д. 1 миллион 180 тысяч рублей шильдик mazda штатные литые диски летняя резина машины 2019 года размер размер конечно крутой 215 50 на 18 что мы видим повторители бесключевой доступ идут накладки такой хэшбэк с намеком на кроссовер пока вот деньги переводят за автомобиль немного поснимаем как раз ждем документы которые нам покажут значит багажное отделение не могу сказать то что оно большое то что маленькое тоже двойной пол есть пластик сам пол мягенький полочка ветер сегодня стильный . хорошая комплектация дверная карта пластик вставка кожа положили но наверное здесь уже положили а может они здесь мне знаете что в мазах не нравится вот взять любую мазу у них сзади мало места подлокотника нет но салон конечно чистенький аккуратный шикарно смотрится верная карта управления стеклоподъемниками управление зеркалами складывания раскладывания зеркал центральный замок колонка подстаканник сидение ездит вперед назад регулируется по высоте руль такой модный идет красный раз на кожаный руль мультируль работает траектория проекция на лобовое стекло зеркало заднего вида подсветка очечница климат-контроль управление музыкой ручник коробка передач камера заднего вида есть ребят солнце вам наверное видно не будет здесь у нас есть 9 диски usb розетка слепит меня место я не могу сказать то что здесь место много ну не могу сказать то что место мало в принципе то же самое я и говорил вам про багажник здесь все по стандартному кстати пробег на автомобиле 55000 кнопка старт дворники поворотники круиз-контроль в принципе все есть один миллион сто 80 тысяч рублей стоит данный автомобиль ладно глушим его так то варите включу ты не понял увидите машину заглушили проекция у нас сложилось так рядом у нас стоит toyota vitz 1 и 3 мотор напоминаю есть они литровые вариаторные 2 airbag что-то написано контроль движения полосы вот он датчик стоит анти столкновения все все называют по-разному статистика аукцион четыре с половиной балла стоимость автомобиля 675 тысяч рублей черный цвет летняя резина без литья такой автомобиль особо ничем и выделяет все вот эти автомобили которые сейчас будем снимать все аукционные где буду указывать может смело пробивать по статистике я их не пробивал но со слов продавца все аукционная ну четыре с половиной балла как бы очень даже хорошо собака чет на меня смотрят друг ты чё дверная карта пластик тканевая вставка вот эти вот вставочки почему-то знаете не как от мараются белее сидение все по стандарту вверх-вниз вперед назад так прервался на телефоны звонок как раз кстати пришли деньги не помню говорила мне филдер его забирать расскажу про него и так аукцион четыре с половиной балла кузов автомобиля целенький пробег на автомобиле тридцать четыре тысячи климат-контроля нету магнитола стоит обычно отключение антиюза отключение системы а и стоп ручник подстаканник вариаторов отключения датчика при столкновении розетка на 12 вольт бардачок аукционник дублируется что вам еще показать здесь пластик идет такой твердый буки форме вентилятора копеющимся называю это так так это вид черный цвет упала у нас бумага одно место положить 2016 год 1 и 3 4 с половиной балла 675 тысяч стоит автомобиль соник кладем на место так ну что еще взять возьмем еще один вид белый цвет 16 год живойла комплектация 685 тысяч стоит этот автомобиль вот 675 этот 685 давайте его откроем багажное отделение наверно можно сравнить смаза да хотя на мой взгляд вице наверно все таки даже побольше будет мест на запаска нету есть ремкомплект на второй ряд залезем но здесь сплошной пластик идет место в принципе здесь нормально ну данный автомобиль уже идет на климат-контроля два подстаканника магнитола обычно 21 ская есть но это не мультируль это управление управление менюшка тоже вариатор здесь идет автомобиль с подогревами сидений ух ты ну вот еще открытый и так это был вид 2016 год 1 и 3 жавела в принципе кому интересно почитать что здесь есть аукционный лист 4 балла кстати аукционе покажу покраска заднего задней левой двери в принципе все пробег 84000 это у нас ноут цена к сожалению не указано и бара не дешевая сейчас мы узнаем а сколько и power стоит 850 тысяч ну собственно как я сказал они не дешевые гибрид здесь 4 балла 51 тысяча пробег 5 камер ну говорят есть все хорошая комплектация он на литье на летней резине салончик потрепанный ну не целиком конечно тот момент куда я вам указал руль как у сирены мультируль круиза нет есть климат-контроль переключатель как на рифе ездит кто-нибудь на таких автомобилях на и power напишите в комментариях складывание зеркал ай стоп гудок это датчик при столкновении движения по полосе принципе больше ничего интересного нету по месту как в обычном как в обычном автомобиле вместо так мы что вам еще показать давайте еще посмотрим на аку аку это у нас гибрид полтора литра нет боюсь не посмотрим автомобиль продавца есть у нас паса семнадцатый год аукцион 4 балла двигатель один литр ребята цена а цена 560 тысяч на данный автомобиль съем да по моему где там уже снимали давайте возьмем еще седан один возьмем аксел без литья на штампованных дисках летняя резина 16 год полтора литра это гибридная версия не из передний привод есть 4 воды значит гибрид у нас стоит 840 тысяч аукцион 4 балла пробег на автомобиле 82 тысячи автомобиль по кузову идет целый ну и пока как его автомобиль не сели обратите внимание сколько автомобилей людей до людей мало сегодня холодно время уже как бы не то но поверьте стоянки под забились вот здесь они были прям пустые акси у нас идет закрыта ладно бог с ним что вам еще показать стоит олеон девятый год полтора литра семьсот двадцать пять тысяч лица вам показывали приус 20 2009 год шестьсот сорок пять тысяч забрали автомобиль пока видим сейчас остановимся про него расскажу немного тоже обратите внимание на стоянки стоянки были пустыри сейчас как раньше как было три вида как стояли три вида так в принципе и стоят и самое интересное да это документы сейчас тоже остановимся поговорим на эту тему итак ребят собственно вот он филдер смотрели его дня три назад пока были переговоры в общем автомобиль вы купили при нас перевели деньги автомобили забрали забрали документ автомобиль 2017 года хорошей комплектации передний привод стоимость автомобиля знаете когда мы его смотрели стоил он девятьсот двадцать тысяч сегодня я прихожу на стекле написано 950000 я так понимаю дали его по старой цене и так фара линза туманки есть сонары семнадцатый год естественно это уже рестайл дашь на аукцион хороший строгий аукцион без литья на хорошей летней резине он не битой не крашены таких видимых дефектов нет как бы вы должны понимать то что покупаете вы не новый автомобиль не салона в любом случае какие-то мелкие потертости мелкие царапины на автомобиле буду допустим задний бампер могли покрасить продавцы но красить его никто не стал то есть видно то что бампер в родной краски камера заднего вида есть кстати камера заднего вида вот многие заказывают поиски чтобы была камера заднего вида полторы тысячи рублей на вас будет стоять а тут некоторые примут без камеры заднего вида машину я не куплю сзади метла дворник дополнительный стоп сигнал обогрев стекла багажное отделение полка запаска есть тоже бонусом задняя дверь идет пластмассовая кто не знает коробка передач вариатор темный салон подлокотник сзади коврики перевернуты автоматический стеклоподъемник и что такое автоматическое нажали он полностью опустился нажали он полностью поднялся двигатель установлен 2 н.р. вариатор по моему я уже говорил двигателя сейчас практически все идут цепные ноги там ремешок или не мешок стоит нет стоит стоят цепи подкапотное пространство тоже цельненько ну собственно как я уже говорил автомобиль не битый не крашеный 920 тысяч стоят вместо 3 назад стоил стоил бы подешевле без случилось доступ и знаете пробег как он автомобили пробег на автомобиле 69 тысяч вот лежит родной аукционный лист 4 балла cc он пробивается по статистике вот кому интересно номер лота кому интересно номер кузова настоящий аукционный лист климат-контроль вариаторы отключения стоп антибукс небольшая ниша розетка ручник два подстаканника тоже такая какая-то ниша здесь перегородочка она убирается что он еще интересного здесь есть руль у нас регулируется по вылету и соответственно по высоте управление дисплеем магнитофон аварийки верхний бардачок нижний бардачок это японская литература складывание зеркал регулировка кнопка старт-стоп датчик по полосе туманки туманки кстати ставили здесь управление стекло подъемниками и так значит что такое электронная птс то есть как сейчас продается автомобиль раньше автомобиль надо пищу поменьше сделать жарко когда мы покупали у нас были все необходимые бумаги ты даст бы ктс и паспорт транспорт продавца все это у нас было сейчас все эти документы у нас есть и у нас есть сама электронная птс то есть обычная бумага где указано все данные автомобиля кузов двигатель категория мощность там масса и так далее получается три бумаги есть номер электронного птс как пробить настоящий ненастоящего знаете то ли какие-то у них недоработки вот честно первый раз этим сталкиваемся сами не знаем полазили по сайтам на сайт ну как бы нашли сайта добиваешь номер вот этого птс номер автомобиля никакой информации не выдает вот указан вот этот qr-код 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 тоже открываем вот открыли открыть она не открывается долго сидели уже не один телефон брали пробовали что делать в такой ситуации опять же переговорили с продавцами связались уже с гаев гаи тоже по как говорят информации никакой нету то есть как проверить непонятно но автомобили на учет ставится просто выписывается стандартный договор купе-продажи как с обычной птс к данные продавца у нас все указаны в сбк тс и ну и тем более у нас есть копия паспорта продавца и смело идем гаи то есть никаких проблем с постановкой автомобиля в гаи на учет у нас возникнуть не должно вроде владивосток еще раз повторю то что уже не один десяток автомобилей с таким птс уже встали и ну уж тоже как бы работаем с людьми общаемся с подборщиками уже автомобиль и отправлены там в близлежащие города потому что она сколько прошло там с первым с 1 ноября сегодня на 16 две недели до как стали электронным птс ки выпускаться все автомобили спокойно встали на учет вот поэтому на сегодня все будем заканчивать кому нужна помощь приобретение автомобиля звоните пишите большая просьба не звонить по ночам как последнее время начали это делать вот проверка автомобиля стоит 2000 рублей более подробная информация по телефону на сегодня все всем пока